Всем привет! Скоро у нас ближится Хэллоуин, да я думаю это не только на Хэллоуин будет вам полезно. Сегодня мы будем красить волосы при помощи теней для глаз. Сразу хочу сказать, чем светлее у вас волосы, тем ярче получится эффект. Покажу вам, как это будет на синих кончиках, они достаточно темные. Если у вас волосы темно-русые, вот как раз посмотрите, как будет смотреться это на ваших волосах. Этот метод однодневный, то есть если вы помоете голову, все ваши тени смоются вместе с водой, и это не останется надолго, как например краска, которая месяц держится и которую не разрешают родители, например, красить. Но будьте осторожны, эти краски могут окрасить ваши подушки, одежду и так далее. И лучше, если вы ложитесь спать, сразу помыть голову, чтобы ничего не запачкать. Огромный плюс этого нанесения в том, что это не травмирует волос. Если мы наносим мелки для волос, то они очень твердые, для чешуек волос очень нежных, они травматичны. То есть если вы вводите мелком, ваши чешуйки все ломаются, отваливаются, и волосы потом смотрятся как солома, становятся слишком пористыми. А это мы будем наносить кисточкой, которая в принципе из тех же волос, что и у нас. Будем просто гладить волосы, и у нас будут красивые цветные волосы на один день, так же как мелки. Но конечно это не для повседневной носки, это просто на какой-то праздник сделать себе поярче, поинтереснее, так же на Хэллоуин. Сегодня я возьму свою палеточку, которую я постоянно беру, когда сделаю себе макияжики, и попробую несколько цветов сделать, так же попробую сделать переходы. Так что думаю, вам будет интересно сегодня понаблюдать, что же у нас получится. Итак, покажу вам, как это смотрится на челке. На челку я наберу розовый цвет, так вот берем розовый цвет и красим. Как видите, у нас получается очень нежный-нежный розовый цвет, такой пастельный. Если вы хотите, чтобы у вас был очень яркий розовый, то думаю, стоит намочить легкая прядь, и тогда будет вообще очень ярко. Обычный спрей для волос возьмем. Да, вот как видите, ложится уже ярче. Давайте попробуем взять какой-нибудь другой цвет, чтобы у нас розовый переходил в голубой, например. Также их можно втушевать, нанести голубой на край розового, и получается вообще фиолетовый, и оно так переливается. Мне нравится тем, что получаются прям нежные-нежные цвета. И давайте еще какой-нибудь нанесем цвет на кончик, например, зеленый. Лучше все-таки наносится на сухие волосы. Здесь была влага, видите, пятнами получилось, поэтому нужно аккуратнее и лучше всего наносить на сухие именно волосы. Тогда вот видите, вообще очень нежный получается зеленый и без всяких пятен. Блин, классно вообще. Смотрите, какая у меня радужная челка получилась. И сейчас давайте посмотрим, как получится на темных волосах. Мне кажется, вообще будет плохо видно. Давайте все-таки посмотрим. Я возьму розовый цвет и нанесу его на синий. Посмотрим, что у нас получится. А нет, немного все-таки видно. Видели? Там было видно. То есть, если у вас будут какие-нибудь темно-русые волосы, и если на них очень много нанести теней, то все-таки будет какой-то оттенок. А это хорошо. Обычно плохо видно на темных волосах краску. Очень интересный получается эффект. Пастельный, нежный и такой переливающийся. Я думаю, очень классно сделать такие нежные и красивые волосы на какую-нибудь вечеринку. Очень нежный и красивый переход. Вот, блин, посмотрите, как красиво. Господи Иисусе, мои мигалки так красиво смотрятся. Вообще, камера так красиво расплывает. Так что вот, возьмите себе на вооружение классный лайфхак. А мы увидимся с вами очень скоро в следующих видео. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok